Здесь, в знаменитом Доме Книги, на Невском проспекте в Петербурге. Сегодня в рамках очередной встречи проекта «Открытый театр» от журнала «Театр Плюс» у нас будет потрясающая встреча. Я уже заранее знаю, что она будет потрясающей, тем более, что гостю вообще не надо представлять кучу регалий. Я просто скажу, что это всенародно любимая актриса и чудесный житель Петербурга, несравненная Анастасия Мельникова, заслуженная артистка России. Давайте скупаем ее в овации. Анастасия, бегите к нам, бегите к нам, бегите к нам, бегите к нам. Выбирайте место, какое нравится. Как вы хозяйка этого вечера, поэтому сами садитесь, куда хотите. Ладно, тогда вы сюда садитесь. Берите микрофон, он рабочий. Включен уже, да? Включен, все готово. Зрители уже заряжены. Спасибо, что пришли. Я так благодарна. Мне было так страшно сюда идти. Почему страшно? Потому что здесь я первый раз. Я сюда хожу только книжечки покупать. Любимые, обожаемые. Потому что без них жить не могу. А то, что люди придут ко мне, я так тронута. Спасибо вам огромное. Спасибо. Слушайте, на самом деле, я когда ехал на встречу с вами, Анастасия, я смеялся на самом деле. Мы с вами в гримерке нашего телеканала встречаемся чуть ли не каждую неделю все время. То есть и вы меня всерьез не воспринимаете? Я вас воспринимаю очень всерьез. Потому что мы никогда с вами вот так вот один на один не сидели, перед телекамерами, перед зрителями не беседовали о вашей жизни, о вашей творческой деятельности и так далее. Поэтому сегодня такой у нас дебют. Не пугайте, подождите, что страшно. Не пьют, но все. Можно, если я буду стесняться отвечать на вопросы, которых я сейчас не ожидаю, то я не буду на них отвечать и говорить, что мы с вами где-нибудь встретимся один на один, и тогда я вам расскажу. А на камеру и перед всеми мне будет что-то, наверное, стеснительно отвечать на какие-то вопросы. Я не думаю. Так, есть у нас такая маленькая приятная пауза. Сейчас будет небольшой подарок, насколько я понимаю. Правильно? Давайте. Так. Так, потому что можно получить дискменты. Вы потом, друзья, тоже сможете задать вопросы, сфотографироваться и получить автографы. Вы, кстати, какие цветы больше всего любите? Розы. Вам их это нравится? Сирей, да. Я люблю розы в первую очередь, потом сирей. И очень люблю, вот сейчас стала любить первые, которые, знаете, вот кропусы, гиацинты, которые к Пасхе, которые первые выползают. На даче, которые живое, весна, Пасха, вот это все люблю очень. Но больше всего розы. А тюльпаны? Тюльпаны. 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 Обожаю. А лилии? Лилии. Сразу история про лилии. Вот я специально к этому даю. Лилия самый аллергенный цветок. Самый. Что мой обожаемый друг Алексей Геннадьевич Нилов привез в реанимацию, когда родилась Маша? Ваша дочь. Такой куст, вот такой, в реанимацию белых лилий. То, что нельзя. Не тем, кто только что родился, не тем, кто только что родил. Это просто исключено. Но белая лилия – это цветок Богородицы. И поэтому, чтобы сделать мне приятное, мой милый друг, который отвез меня в роддом, А Сереженька Селин забрал меня из дома. Но на следующий день, как родилась Машенька, вот такой куст лилий стоял в реанимации. Меня чуть не убили там. Но там работало четыре мамины однокурсницы, поэтому меня с собой прикрыли. Пока жива и Маша, и я. Спасибо, Лилия. Мы актеры делали. Спасибо, Лилия. И Лилову, да. Слушайте, на самом деле мы можем долго вспоминать вашу творческую биографию. Вы знаете, мы же дотошные журналисты, которые подсчитали все. Во-первых... А, что когда я родила Машу, написали, что я родила очаровательных двух мальчиков-близнецов. Вот это я не знала на самом деле. Спасибо за подробности. Я в восторге была родить еще двух мальчиков-близнецов. Но в тот момент, когда я родилась, одна маленькая девочка роскошная. Мне кажется, мальчиков и так было в вашей жизни. Много, имею в виду, братьев. Да. С которыми вы росли. И братья, и фантастические мои партнеры по сериалу. И сейчас получилось, что я росла в каре. Два родных брата и два двоюзных. И я одна девочка. То есть и у родителей я одна девочка и остальные сыновья. И у бабушки с дедушкой я одна девочка. Когда мамина сестра ждала одну маленькую девочку, я ходила и говорила, Боженька, пожалуйста, Боженька, пожалуйста, я должна быть одна внучка. И она рожает близнецом двух мальчиков. Я говорю, ура, Боже, ты меня услышал. Поэтому мальчики меня всю жизнь окружали, окружают. И сейчас, даже вот сегодня с утра, когда я приехала в парламент, в Мариинский дворец, я смотрю, что все-таки мальчиков там больше, чем у нас девочек. Это так приятно. Может быть, баланс должен быть? Не надо. Вот эти модные тренды. Не надо. Нет, давайте будет уже хватить девочек. Я их люблю, мы дружим. Они умные, хорошие женщины во власть. Все, как скажете. Но девочек больше не надо. Мальчики политикой занимаются лучше. Это их профессия. Профессиональное мнение, между прочим. Слушайте, я хотел другую дату вспомнить. В прошлом году вы же отметили, уж извините, об этом все написали, 30 лет вашей творческой деятельности на сцене Театра Мико-Миссаржевской. Если я ничего не понимаю, можно поаплодировать этому важному такому событию. Поплодаю. Это вот как этот мой дом родной. Потому что я просыпаюсь и вижу этот дом, и засыпаю, и вижу этот дом. И все, что у меня связано с книгами, если мне что-то нужно, я бегу сюда. Также Театр Миссаржевской. Буквально месяц назад, неполный, из жизни ушел Диктор Абрамович Новиков, который был художественным руководителем и сделал так, что когда ты приходишь в Театр Миссаржевской, ты чувствуешь себя дома. Это говорят, что ты рариум единомышленников. Неправда. Когда есть человек, вот ангел-хранитель, который с собой всю душу свою, все-все-все сделал так, что ты приходишь играть спектакль, но я в понедельник иду играть «Привидение», и мне ни понятия не привыкнет, что его нет. Я вхожу в 12 дня, и первое, думаю, надо к Виктору Абрамовичу зайти и поцеловать. Тогда спектакль будет хороший. Потом, думаю, дурочка, ты его проводила только что. Но это уже... Но зато он оттуда, наверное, нас хранит. И оберегает. Да, он бережет. Он удивительный. Кстати, хотел бы спросить про «Привидение». Это такой спектакль на малой сцене он идет, да, Театр Миссаржевской по Ипсону. Ипсон вообще автор сложный, но его все актрисы просто обожают. Вот вам когда предложили эту роль в спектакле «Привидение»? Я чуть не убила режиссера. Во-первых, это была история про токсичную мать, токсичную семью, как это принято говорить. Вам вообще психологически сложно было? Только то, что я когда читала и смотрела спектакль «Малого театра» в Москве, там всегда играли 85-87 лет главные герои. И мне звонит мой обожаемый друг Алексей Утюганов, очень талантливый режиссер. Он говорит, Наська, нашел на тебя роль. Я говорю, какую? «Привидение Ипсона». 87 лет героиня. 87 лет героиня. А я говорю, а там есть Регина, которой 35. Я говорю, Леш, я понимаю, что ты очень хорошо ко мне относишься, но на 35, даже вот 10 лет назад мы выпустили этот спектакль. Ну, объективно. Я не потянула, да при чем тут Регина, ты на фруалвинке. Я думаю, я тебя сейчас убью. Но потом я поняла, что он прав, что даже...